Привет всем! Вы видите и слушаете Алексея Халецкого, канал Лёша Играет, и пришло время голосования для нашего топа лучших стратегий. И первая номинация у нас глобальные стратегии. Вы наприсылали 108 претендентов сюда, но дело в том, что некоторые из них естественно под эту категорию не подходят, но я решил, а почему нет? Ну, например, Divinity Original Sin 2. Очевидно, что это не глобальная стратегия. Или даже мои любимые Age of Empires или Northgard. Но это не глобальные стратегии, как бы то ни было. Но я всунул всё, что вы наприсылали, разместил по алфавиту, по оригинальным названиям. Поэтому не удивляйтесь, что есть Medieval 2 Total War, а потом около Total War вот такие названия. Ну, потому что вот почему-то разработчики Total War назвали игру так. Medieval 2 Total War, а другие Total War вот так. Так что игры рассортированы по алфавиту их оригинального названия. Теперь пришло время для голосования. Значит, мы составляем топ тех игр, в которые вы в 2023 году будете играть. То есть, не голосуйте за ту игру, которая когда-то в вашей босоногой юности вам очень нравилась. А вот за те, которые лично вы сейчас бы запустили. По ссылке, которая в прикреплённом комментарии в описании к этому видео, находится вот этот список из 108 игр, которые вы мне присылали. И вам нужно здесь выбрать 15 штук. Идёте и смотрите, вот в какие из этих игр, из этих 15 игр вы бы точно сейчас сыграли. Ну вот, во-первых, ещё герои Меча и Магии, да. Heroes of Might and Magic 3, 5, 6. Отличные игры, но это не глобальные стратегии, как бы то ни было. Но они в списке есть. Хотите за них голосовать, наберут много голосов, придётся в топ вставлять. Что же делать? 15 игр выбирайте, которые вам реально нравятся. Которые вы считаете глобальными стратегиями. И сейчас бы запустили, чтобы в них сыграть. И потом нажмёте вот тут сабмит. Вот без того, чтобы вы... Если вы не выберете 15 игр, то, собственно, голосовалка и не даст вам проголосовать. Кроме этого, в комментариях к этому видео, пожалуйста, пишите впечатления тех игр, за которые вы голосуете. Не обязательно про все 15, но вот те, которые вам прям сильно нравятся. И из этих комментариев я вставлю в свои видео. Лучшие комментарии я вставлю в своё видео топа. И, кроме того, кстати, голосуйте и за чужие комментарии, если они вам нравятся. Чтобы они тоже повыше были. Потому что я думаю, там, например, про Цивы будет несколько комментариев. Не смогу же я все их вставлять в видео. Я просто выберу лучшие по вашему голосованию. И про любые игры. Только прошу вас на одну игру один комментарий. Не пишите про все игры в одном комментарии. Я просто заманаюсь с этим разбираться. Точно так же и тут мне вот присылали игры в одну строчку. 10 игр перечисляют. Нафиг неинтересно всё это. Ещё вы меня спросите, а топ, собственно, какой будет? Какой там? Что, у тебя будет топ? Топ 108? И ты с конца вверх? Нет. Я выберу какое-то количество. Ну, предварительно топ 15 игр, как вы понимаете. Предварительно топ 15. Но, на самом деле, будет зависеть от количества ваших голосов. Там будет видно, что вот за какие-то игры дофига голосуют. А потом будут какие-то вот аутсайдеры, за которых очень мало голосов. Их в топ нету смысла вставлять будет вообще. Ну, я думаю, что более-менее понятно. Ещё раз повторюсь. Идите по ссылке в прикреплённом комментарии в описании. Вот вы увидите такую форму голосования, которую вы видите сейчас на своём экране. Выбирайте 15 игр в этой форме и посылайте. После этого идите ко мне в комментарии под этим видео и напишите впечатление о какой-то игре, за которую вы проголосовали, чтобы я её вставил, чтобы это я впечатление вставил потом в свой топ. Спасибо, что смотрели. Играйте в умные игры. Давайте я даже тут запущу... Подождите, как это не запускается. Ладно, всё. На этом всё. Играйте в умные игры. Слава Украине! Живе Беларусь!